друзья всем привет и сегодня у нас очень интересный урока точнее battle очередной battle скажите вы сколько можно нет сегодня battle будет очень быстро и он пройдет в рамках одного видео так что это за battle который я вам хочу предложить итак сегодня у нас битва битва мобильного lightroom и lightroom на компьютере мы с вами обработаем фотографию на компьютере работаем на телефоне потом откроем на компьютере на большом мониторе обе фотографии они будут одинаковые и сравним и посмотрим насколько сильно мобильная обработка снимок один и тот же также мы сегодня как художники научимся с вами рисовать кистью ну точнее писать также художники говорят писать кистью то есть мы будем создавать с вами цвет там его как казалось бы вроде бы и нет итак друзья а фотография с которой я буду работать будет доступна по ссылке под видео поэтому кликай на паузу останавливай видео скачивай изображение и присоединяйся с обработкой вместе со мной и так давайте не будем уже терять времени а приступим к обработке поехали и так базовые настройки баланс белого я пропускаю он меня устраивает возможно я его подрегулирую немного позже экспозицию сделаю прям чуть чуть посветлее пожалуй вот так плюс 06 так света пожалуй полностью уберу влево у меня сразу проявилось небо теперь вытянем немного тени двигаем ползунок вправо и останавливаемся где-то примерно на значение 90 точку белого и точку черного не трогаем поправим после того как поработаем с кривой добавим немного текстуры чуть-чуть четкости добавим сочности побольше 45 насыщенность я убавлять не буду фотографии так довольно таки серовато теперь давайте перейдем в панели чисел и поработаем с цветами и так первым делом посмотрим какие цвета у нас есть красный присутствует слегка на асфальте но я думаю мы это поправим при помощи тоновой кривой оранжевой также на дороге и на коррозии на автомобиле давайте сразу сделаем ему более приятный цвет уведем в сторону красных оттенков можно даже немножко добавить так теперь желтый желтый цвет у нас находится только на автомобиле и это нам на руку потому что цвет автомобиля очень бледный на другие цвета желтый практически не влияет поэтому мы с вами здесь можем значение насыщенности поднять до практически на максимум теперь давайте поработаем с оттенком посмотрим какой цвет мы выберем ближе к желтому или ближе к оранжевому мне больше нравится вот такой оттенок желтого в котором чуть-чуть есть нотки оранжевого цвета зеленый цвет зеленый цвет у нас вот здесь вдалеке на деревьях и это выглядит как какое-то непонятное пятно поэтому давайте мы понизим значение зеленого где-то на минус 90 как вы видите что перемещая тонально зеленого цвета у нас меняется также и цвет автомобиля я остановлюсь на таком оттенке минус 17 теперь аквамарин аквамарина у нас нет мы его пропускаем синий цвет синий цвет у нас присутствует присутствует на небе и немного в стекле фары давайте подберем тонально синего цвета я остановлюсь на таком еле заметном бирюзовом оттенке теперь насыщенность насыщенность пожалуй я оставлю на ноль я не хочу прибавлять его делать слишком насыщенным небо но и не хочу делать серым хочу чтобы картинка у меня получилась такая по цветастия поярче так смотрим фиолетовый фиолетовый кое-где вылазит это выглядит немного лишним мне кажется что он здесь не к месту давайте мы его значение убавим и переведем в синие тона пурпурный пурпурного у нас нет на нем можно не заострять внимание так теперь перейдем в яркости пожалуй я здесь что добавлю это поработаю синим сделаю его слегка потемнее чтобы еще больше проработать небо теперь давайте перейдем раздельное тонирование сделаем слегка голубоватые тени и тактон 194 значение пожалуй десятка света пожалуй 33 насыщенность насыщенность 19 интересно попаду ли я в эти значения на телефоне ну постараюсь по крайней мере теперь давайте перейдем в ту новую кривую поработаем с контрастностью изображения я зажимаю кнопку alt двигаю вниз средние темные участки среднюю точку поднимаю до середины квадрата выставляю в самый центр точку белого давайте посмотрим стоит не стоит ее точку белого опускать не стоит я хочу чтобы мое изображение было по контрастнее так теперь точка черного поднимем немного вверх вот эту точку тоже поднимем немного вверх и как мне кажется что у меня слишком получилось темно давайте попробуем подвигать вот здесь точки эту пожалуй нет вот эту можно слегка поднять вот такая получилось у нас кривая rgb и теперь давайте перейдем в цветные каналы и так красный канал удерживаю кнопку alt делаю сообразную кривую перехожу в зеленый канал делаю такую же с-образную кривую перехожу в синий канал точку черного в синим канале я подниму немного вверх я хочу чтобы у меня самые темные участки оставались слегка синими средних тонах я добавлю желтого цвета и получу более теплые оттенки середину выставлю по центру и средних светлых тонах слегка подниму точку теперь давайте поработаем с промежуточными точками пожалуй так пожалуй вот так отлично фотография получилась как мне кажется чересчур контрастная поэтому давайте теперь поработаем с точкой черного и точкой белого в панели основных настроек итак точку белого я слегка прижму а точку черного я слегка подниму ну что ж цвет получился достаточно интересный мне такая тонировочка нравится давайте я добавлю еще сюда немного виньетки переходим в эффекты слегка убавляем значение я думаю что минус 10 будет достаточно давайте подвигаем центральную область округлость растушевку еще раз центральную область пожалуй я остановлюсь где-то на значение примерно 20 и значение убавлю до минус 5 давайте посмотрим ну да такая еле заметная виньетка меня устроит теперь давайте поработаем с кистями как я обещал в начале видео так друзья теперь вы спросите а как же мы будем работать с кистью в мобильном lightroom ведь в бесплатной версии lightroom такой возможности не предоставляется и эта функция закрыта друзья все очень просто останавливайте видео на паузу переходите в мой телеграм-канал по ссылке под видео там есть решение по lightroom в котором доступны все функции но не зря же я вас так давно туда приглашаю в свой телеграм-канал и зря вы туда не заглядываете и так выбираем кисточку в панели цвет мы видим с вами вот такой вот серый прямоугольник кликаем на него у нас появляется пипетка и пипеткой выбираем цвет разметки пусть он будет для начала такой желтый если что мы его поправим закрываем цветовую палитру увеличиваем изображение давайте слегка понизим растушевку я думаю что в районе 50 будет достаточно так вот такая кисть должна получиться получше и теперь красим разметку так у нас экспозиция прыгнула немножко вверх давайте мы ее вернем если такая насыщенность нам не нравится мы можем кликнуть еще раз вызвать палитру и ползунок насыщенность перевести немного влево ну или вправо если вам хочется и необходимо насыщенности добавить я пожалуй остановлюсь на значение 65 кликаем enter еще раз кликаем enter давайте посмотрим без кисточки с кисточкой ну что ж неплохо еще я хотел бы проработать немного здания сделать его более насыщенным выберем еще раз кисть здесь по умолчанию стать желтая но нам нужно выбрать более оранжевый цвет давайте попробуем вот таким цветом покрасить здание увеличиваем изображение экспозицию вернем в ноль и слегка пройдем кисточкой принцип вы поняли я этот шаг пропущу через черный экран и так друзья мы покрасили с вами здание и если нас цвет не устраивает то мы при активном значении кисти это когда вот такой вот серый кружочек и в нем черная . заходим в палитру и теперь можем сделать поменьше насыщенность а также пипеткой можем подобрать другой тон краски и теперь последний шаг давайте мы зажжем фару и так выбираем градиент и вы здесь кликаем галочку инвертировать теперь нам нужно сбросить параметры краски которые у нас выставлены насыщенность ставим 0 давайте я добавлю света слегка приподниму тени примерно до 50 повышу текстуру добавлю четкости и теперь повышу экспозицию вот таким вот образом и так у нас фара засветилась но это еще не все за счет значения температуры мы можем свет фары сделать как холодным так и теплым я остановлюсь вот на таком слегка теплом свете фар но это еще не все давайте мы теперь кликаем правой кнопкой на центральную область нашего градиентный фильтр создаем дубликат и теперь создавшийся дубликат делаем немного поменьше в диаметре таким образом мы получаем как бы псевдо светящуюся лампу и свет от нее здесь значение экспозиции можно слегка убрать вот так еще бы здесь я добавил один градиент давайте вот поставим его вот сюда уберем значение палитры и просто вытащим немного тени поставив инвертировать вот эту область под днищем я хочу сделать слегка светлее пожалуй вот так вот ну что ж отлично давайте посмотрим какая фотография была какая стала и теперь открываем обе фотографии обработанной на компьютере и на телефоне для сравнения на телефоне к некоторым настройкам мне пришлось вернуться снова к базовым цветокоррекцию я не трогал но базовых настройках мне пришлось поковыряться чтобы фотографию пытаться сделать все таки вот именно такой же как я обрабатывал на компьютере интересно было провести эксперимент попаду я или нет в ту же самую обработку и на компьютере и на телефоне итак друзья перед нами два изображения слева это обработка на телефоне справа это обработка на компьютере в lightroom итак в чем принципиальная разница если смотреть на шум и то я разница по большому не нашел между одним и другим снимкам при достаточно серьезном увеличении вот такое зерно мы видим на мобильной фотографии и на этом снимке незначительно но немного изображение помягче и зернистость немного снижена на что еще хотелось бы обратить внимание в принципе мне два снимка нравится они оба получились интересные хоть и немного разные обработка на телефоне получилось более теплой более такой циановый и вы знаете причина в том что на самом деле мне тяжело было работать с цветом потому что когда я смотрю на экране телефона мне фотография кажется и казалось при обработке более холодной чем она получилась на самом деле вот такую странную особенность я заметил но еще раз хочу сказать что в принципе с кистями с градиентами работать можно в телефоне это несложно и в принципе можно вполне получать достаточно интересное изображение даже вот работой в кривых но еще раз подчеркну это гораздо сложнее чем на компьютере мне сложнее и так давайте подведем итог в общем то в этой битве никто не выиграл я получил два замечательных изображения которые мне по-своему но каждый из них нравится они оба достойны и имеют право на взаимосуществование поэтому и те кто работает чисто только на компьютере и кто работает только на мобильном lightroom не завидуйте друг другу у вас абсолютно два одинаковых инструмента для обработки ну наверное только нужно учитывать экран самого телефона который может показывать либо более холодное изображение либо более теплая такая особенность как вот я выяснил на моем редми ноут 8 pro она к сожалению существует итак друзья если видео вам понравилось и было полезным не забудьте поставить лайк написать комментарий ваше мнение очень важно и интересно мне если вы не подписаны до сих пор обязательно подпишитесь чтобы не пропускать полезные интересные видео поставьте колокольчик чтобы получать уведомления о выходе нового видео заглядывайте в телеграм-канал там вас ждет много чего интересного и полезного а также интересное познавательное знакомство и общение с другими любителями фотографий так а теперь внимание информация для спонсоров помимо тех двух пресетов которые мы с вами сделали вам будет доступно еще дополнительно 11 пресетов которые вы можете забрать выйдет отдельно видео именно для спонсоров информация по спонсорство будет вся под видео хочу объяснить вкратце спонсорство у меня абсолютно не обязательно это абсолютно добровольно все деньги идут на развитие канала и она стоит всего лишь 49 рублей в месяц ну или больше по вашему желанию но вы друзья под видео получите подарок из двух пресетов которые я сделал на компьютере и третий пресет который я сделал при обработке на телефоне творческих высот вам друзья до новых встреч и всем пока итак друзья давайте полученные настроечки сохраним с вами в пресет пресет у нас будет называться вин м20 я сюда добавлю словосочетание high call создать я все это сделал потому что как вы помните у меня вы чисел здесь очень сильно накручен желтый и достаточно сильно оранжевый цвет поэтому такой пресет подойдет не для всех изображений давайте мы с вами сделаем вот такие вот слегка средние настройки можем немного поднять оранжевый чуть-чуть желтый до 10 и теперь такой пресет будет более оптимально работать на других фотографиях ну а градиенты как вы понимаете переносить смысла нет их придется каждый раз создавать под новую фотографию если такая возможность вам предоставится